Приветствую вас. Лично я увязываю то, что ваш муж от вас ушёл с тем, что без него вы чувствуете себя одинокой, вам трудно и так далее. Также непонятно, по какой причине муж не общается с детьми, если они были к нему привязаны, и он привязан был к ним, то почему он с ними не общается? Ну, то есть по какой причине он не стал общаться с ними. Также непонятно, развелись вы или нет с мужем. Вот. Но в любом случае для вас его уходит от травмы, или как с любой травмой, здесь нужна работа, потому что травма это очень серьёзная, психологическая, я имею ввиду, травма очень серьёзный аспект, и в общем-то с этим нужно работать, продабатывать эту травму. Есть методы для этого. Вот. Дальше. Значит, как я уже сказал, я увязываю то, что вы не уверены в себе, то есть ушёл ваш муж. Увязываю эти два момента друг другом. Почему увязываю? Потому что тот факт, что для вас его уход стал неожиданностью, говорит о том, что вы упустили из вида его эмоциональное состояние, вот, имеется ввиду, да, состояние вашего мужа, вот. А почему вы могли упустить его состояние эмоциональное? Только потому, что были нацелены на себя. Но на себя вы были нацелены через него. То есть вы, грубо говоря, делали для него то, что вам казалось лучше всего. Вот. Поэтому вы, естественно, у него не спрашивали. Вы не спрашивали у него, что он хочет, что ему нужно, там, и так далее. Это, конечно, тоже очень такой важный момент, вот. Потому что, значит, если вы действительно пытались сделать что-то для себя через мужа, вот, то нет ничего удивительного, что он не чувствовал себя с вами, ну, как-то комфортно, хорошо и так далее. Вот. И это, конечно, нужно тоже разбираться, да. То есть, как у вас выздоровались отношения в браке, как вы познакомились, что вас объединяло. Вот. То есть, тут со всем этим нужно спокойно разбираться, дабы вы увидели, чего же, собственно говоря, вы лечились, что вы потеряли, вот, что вам нужно сейчас, на данный момент, да. Но, опять же, по общему правилу, да, я могу сказать, что уверенность в себе вам даст, значит, образование своих собственных целей. Понимаете? То есть, именно вот, именно свои собственные ориентиры. То есть, вот так. Вы жили, получается, для кого-то, да? Вот. Ну, постоянно. Да? Вот вы жили там. Для мужчины твоего, возможно. Вот. Хотя ему это было, может быть, даже ненужное, неприятное и так далее. Вот. Вы распорялись в нем. Вот. Но они жили для себя. То есть, вы не реализовывали то, что нужно вам. Вот. Свои собственные цели вы не ставили и не достигали их. Вот. То есть, неуверенность в себе образуется тогда, когда люди, когда люди действуют не по, значит, ну, не по своим ориентирам, а по ориентирам других людей. Вот из-за этого и происходит. Такая, такая беда. Вот. Поэтому здесь нужно ориентироваться, в первую очередь, именно на этом. Вот. На то, что, на то, чтобы найти свои собственные цели. Вот. Что касается детей, да, не только найти свои собственные цели, но и принимать себя. Такой, какая вы есть. Потому что, да, еще одна причина вашей неуверенности, это отсутствие доверия. Отсутствие доверия именно своим чувствам. Вот. То есть, как бы, я что-то чувствую. Вот. Но я себе не доверяю. Потому что, если человек не доверяет себе, то он не может адекватно воспринимать реальность, в которой он живет. Потому что, ну, реальность будет постоянно бить, бить по нему. Вот. И бить реальность по нему будет очень сильно. То есть, доверие своим чувствам, принятие их, это тоже очень важно. Вот. Значит, свои желания по прежнему, ну, не реализовывать. Да? Вот. Что касается детей, то здесь история такая, что, как бы, они уже достаточно взрослые. Думается мне, чтобы самостоятельно с папой выстраивать отношения. Вот. Если между ними и отцом была действительно связь, то предоставьте детям свои все необходимые средства для того, чтобы они могли связаться с папой, вот, и поговорить с ним. Вот. Потому что, это, по сути, единственное, что вы можете сделать. Дальше. Значит, это случилось очень внезапно, и я абсолютно не хотел с ним расставаться. Ну, понимаете, Ирина, вот то, что вы не хотели с ним расставаться, говорит о признаках зависимости вашей, возможно, зависимости от мужчины. Потому что, если человек, как бы, уже решил от вас уйти, да, если он решил уйти, тогда нажать, что он, ну, как бы, вам больше не принадлежит. Вот. И то, что вы не хотели с ним расставаться, говорит, говорит о зависимости. Ну, и, соответственно, возможно, возможно, вы были готовы простить ему то, что он ушёл с вас, вы были готовы ему простить то, что он свою семью отдалил. Ну, вот, вы были готовы, возможно, сразу принять его обратно в семью, если он вернётся. Вот. И всё это поведение, к сожалению, не достаточно самостоятельного человека. Вот. И самостоятельного человека. Вот. Но, я вас не виню, я не считаю, что вы поступаете плохо, я понимаю, что вами движут ваши потребности, вот, то, что вы хотите. Поэтому, задача заключается в том, чтобы ваши потребности выявить и научиться их грамотно удовлетворять самостоятельно, не через других людей. Дальше. Так, сейчас я до сих пор не могу отдать от этой ситуации, мне очень-то одиноко и трудно отдать. Так. Ну, смотрите. То, что вы не можете обойти от этой ситуации, да, что, по сути, продолжаете оставаться в состоянии шока, да. Это, как ни печально может звучать, да, вам выгодно. Вот. То есть, как бы, вам выгодно в этом состоянии шока находиться. Вам выгодно. Так вы можете, во-первых, надеяться на то, что мужчина вернётся. Во-вторых, так вы не принимаете реальность, какой она есть. Вот. И так вы можете не брать на себя личную личную ответственность за то, что происходит. Ладно. Вот. Поэтому, здесь я бы обратил внимание на ту выгоду, которую вы получаете от того, что находитесь в шоковом состоянии. Причём так долго. Чтоб если вы переживаете за детей своих, вот, то это, ну, не совсем, как бы, увязывается с тем, что вы переживаете. Потому что, ну, ваши переживания, да, они волей-неволей отражаются и на детях тоже. Вот. Поэтому, выгода от того, что вы не можете отойти от этого состояния. Далее. Что касается трудностей, что, например, само восприятие трудностей таково, само восприятие трудностей таково, что мы, мы, мы считаем, мы считаем, что, ну, должно быть по-другому. Мы считаем, что могло бы быть по-другому. И именно по этой причине нам и трудно. Мы отказываемся принимать реальность, вот, такой, какая она есть. Потому что мы, ну, видели и помним, как могло быть по-другому. Вот. Вы отказываетесь принимать реальность и поэтому вам тяжело, потому что вы всё время сравниваете. Сравниваете с тем, как, как было, например. Раньше, когда муж, допустим, был с вами, вот, и так далее. И опять же, понимаете, и опять же, и опять же, у этого есть выгода. Значит, опять же, опять же, у этого есть выгода. Какая? Скорее всего, выгода та же. Всё. Это не желание брать на себя ответственность. За то, что, вот, ээээ, ну, за то, что происходит в вашей жизни. Так, так же, я очень-очень переживаю за детей, им сейчас по 9 лет, они к нему всегда были привязаны, его уход был для них хужец. Но об этом я уже сказал. То, что, как бы, дети не были для вашего мужа чем-то важным и серьёзным, если он так вот просто про них забыл. Да, то есть, как бы, он мог действительно уйти в другой, в жизни бывает всё, но у детей забывать, как бы, это означает, что он их не так уж сильно любил. Вот. И если это так, то вам нужно просто детям последовательно объяснять, что папа, там, как бы, слишком занят, или ему, там, тяжело, или ему стыдно, или что-то ещё. Ну, вот, то есть, как бы, ээээ, этот вопрос нужно для детей прояснить. В любом случае. Вот. Потому что дети, они, как бы, ну, винят, могут винить себя в том, что произошло. А для детей, да, это, в любом случае, ничего хорошего не значит. Вот. Ну, и, как я уже сказал, ээээ, что, вот, что вы, вы, да, если переживаете за детей, то вам, ну, нужно немножко по-другому себя вести, да. То есть, как бы, эээ, вот, вести себя всё-таки немножко по-иному. Вот. А вы себя так не ведёте и, соответственно, развлекает вопрос о природе ваших переживаний. Дальше, эээ, на почве того, что я с тех пор одна, у меня сильно понизилась уверенность в себе и самооценка. Ну, то есть, эээ, грубо говоря, ваша самооценка, да, она имеет эээ, такой эээ, социальный аспект. То есть, если я, допустим, одна, да, то, соответственно, эээ, ну, я чувствую себя хорошо, если я одна. Если я, ой, наоборот, то есть, если я не одна, я чувствую себя хорошо, если я с кем-то. Меня определяет другой человек. Если я одна, то, соответственно, я чувствую себя плохо, потому что у меня тут же падает самооценка. Вот это означает только то, что для себя сами вы ничего не значите, вот. И себя отдельно вы, возможно, не воспринимаете, вот, к сожалению. И это, конечно, также требует, требует, эээ, того, чтобы, эээ, с этим поработать. Вот, потому что, подобная привязка самооценки к людям, да, другим, это, эээ, признак, ээээ, сравниваете вы себя. С другими людьми. Вот. А это, известно, очень, ээээ, тяжело и для детей ваших, ваших в том числе. Ээээ, я не могу себя привести в порядок, так как никакого мужчины мне за эти два года не появилось. Здесь мне кажется, что у вас в корне неверная постановка вообще вопроса, потому что, эээ, значит, смотрите, я не могу себя привести в порядок, это одно, да, а нет мужчины, это другое. Вы же, вы же почему-то, эээ, увязываете это, то есть, такое впечатление, что, эээ, мужчина, по вашему мнению, должен, эээ, помочь вам привести себя в порядок. На ответ, это не ваша личная ответственность привести себя в порядок. Вот. То есть, как бы, вот подумайте на эту тему. Откуда у вас такое отношение к, эээ, мужчинам? Потому, потому у вас и отношение не складывается, что вы считаете, что, эээ, мужчина должен, эээ, помочь вам привести себя в порядок. Вот. Вот. Нет. Нет, нет, нет. Так это не работает. То есть, как бы, эээ, ну, нужно, чтобы вы сами себя привели в порядок и не нуждались, не нуждались в мужчине. И тогда, когда вы, когда вы будете не нуждающиеся, да, вот тогда вы уже и сможете, эээ, выстраивать отношения с мужчинами. И тогда они у вас появятся. А пока, тогда, эээ, вас не привез никого, и это, на самом деле, хорошо, потому что, если бы привез, то, было бы вам, эээ, хуже гораздо. Ну, вот, эээ, одни отношения, эээ, созависимые сменились, эээ, другими, были. Вот. То есть, тут нужно вашу женскую модель поведения ещё, эээ, корректировать, мне кажется. Вот, потому что, эээ, ну, это важно, на мой взгляд, именно вот, эээ, именно в силу, именно в силу того, что у вас, ну, не складываются же отношения, эээ, вот, с мужчинами. Вот. А это, возможно, только, потому что, вот, как раз, эээ, модель женского поведения у вас, эээ, хромает, вот здесь, вот. То есть, это вот, эээ, то, с чем, тоже нужно работать вам. Эээ, надеюсь, что это, понятно, понятно. Эээ, дальше ещё предошли неудачи на работу, с одной уволили, потом, я только через 4 месяца вышел на работу. Но она мне, наверное, не нравится, так как функционал вообще не мой, хотя организация престижная. А, для чего вы выходили на работу тогда? Ну, вы, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, наверное, выходили вы на работу для того, чтобы обеспечить, эээ, детей. Наверное, да? Вот. То есть, вы выходили на работу, чтобы заработать, грубо говоря. И, помимо работы, ещё нужно хобби, если у вас не получается совмещать, да, то есть, в работе любимое занятие и работу. Ну, нужно ещё и хобби тогда. Ну, вот. А то, вот, получается, что из активных занятий, которые, ну, которые вы делаете, да, всё вы понимаете. Ну, вот. Столько, значит, ну, столько, вот, работы. И всё. По факту. Это очень ограничено. Как вы развлекаетесь? Вот. Развлекаетесь ли? Как вы отдыхаете? Отдыхаете ли? Вообще. Вот. Делаете ли вы что-то для себя? Вот. Вот. Понимаете? То есть, как бы, как бы, ну, вот. Эм. Когда вы выходили на работу, да, вы, наверное, что-то думали. Что-то, ну, наверное, вы же предполагали, как будет происходить процесс. А взят вы говорите, что вам работа не нравится, что функционал не ваш. Ну, так, а вы, вы знали о том, что так будет? Или как? Если знали, то зачем вы ходили тогда? Вот. Понимаете, да? То есть, получается, как бы, что вы не отвечаете за свои, вот, действия, не отвечаете за свои слова, не отвечаете за свои поступки. Вот. То есть, нет осознанности такой у вас в, эм. Ну, в действиях. Она должна быть для врослого человека, она важна. Потому что врослый человек, он только так и живёт. И вот, я вот, что-то, что-то делаю, я понимаю, для чего я это делаю, почему я это делаю. И, э, какой будет результат у вас. Понимаете? А так, иначе, иначе неутилетворение будет постоянно. Эээ, думаю, может это, может отказаться от этого места и выйти в организацию попроще, но там функционал, но работу на проценты. Ну, вы понимаете, я не очень отдаю себе отсчёт, что такое работа на процентах, вот, но я думаю, что если вы уже работаете в предыдущей компании и работаете хорошо, то есть, ну, вас увольняют, вот, то мне, думаю, что не нужно уходить с работы, да, продолжать работать, да, что-то, как бы, да, вам жить тяжело, вот, а вам, как бы, ну, вам непривычно, может быть, вот, но это, это не имеет особого значения, потому что вы привыкнете, вот, и вам понравится. Основная проблема это именно вот в том, чтобы самый вот такой тяжёлый период преодолеть, вот. Да, расчирять кругозор и продавать что-то новое, разве это не здорово, вот. Тем более, если за это ещё и деньги платят. А, дальше, не могу решить этот вопрос в ту или иную сторону, так, где у меня какой-то страх и чувство вины отказаться от работы в предыдущей организации. Страх перед чем? Знаете? То есть, ну, перед кем это всё? Чувство вины, страх. Вы недооцениваете себя, получается, ну, вы считаете, что эта работа не для вас? Да, простите, ну, вы, вы в таком случае ставите под сомнение просто выбор других людей. То есть, работодатель вас взял, работодатель вас принял, а вы, как бы, говорите ему, нет, 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 я взял, я не достойно. Понимаете? То есть, вы подвергаетесь сомнению, как бы, то, что выбрали другие люди. Вот. Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, вы, конечно же, да, себя не принимаете и, соответственно, обесцениваете. Тут понятно, но с этим нужно работать. Так, подскажите, как мне приобрести хорошее настроение и уверенность, и повысить самооценку? Ну, это запрос, знаете, это запрос, вот, технологии, да, это запрос, ну, минимум, минимум, пару месяцев работы. Вот. То есть, я не знаю, сколько вам лет, да? Вот. Не знаю, сколько вам лет. Но я так предполагаю, что вы жили, ну, какое-то время до нас. Вот. Жили по определенному саблону, по определенному паттерну. Поведение, поведение. Вот. И, вы знаете, что-то мне подсказывает, что вряд ли вы так легко его измените. Вот. Поэтому здесь нужно смотреть, смотрите, какими паттернами поведения вы руководствуете своей, ну, своей моделью поведения. Вот. Вот. Что вы делаете. Как вы строите свое поведение, как вы выстраиваете его. Вот. Уверенность в себе повышается путем принятия своих чувств, да. Путем принятия своих желаний, путем выработки личностного смысла вашего, да. То есть, не кого-то, не чьего-то другого, да, а именно вашего. Это определенная работа, это определенный стиль вычисления, и, соответственно, мне кажется наивно, наивно думать, что вы, ну, что вы считаете, или наивно думать, что вы сможете за один ответ измениться. У вас сразу появится хорошее настроение, что у вас сразу будет хорошо. Нет, так это не будет. Вы жили так годами, и, соответственно, перестройка займет какое-то время. Вот. Значит, первое, что вы в себе отрицаете, что вы в себе не принимаете, что вы считаете в себе лишним, ненужным, неправильным, и так далее. Это первое. Второе. Значит, какие чувства вы в себе подавляете, какие чувства именно, и почему. Вот. Вот это вот тоже очень, очень, очень такой важный момент для вас. Ну, для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот. Соответственно, хорошее настроение, да, но это не само по себе что-то отдельное. Хорошее настроение. А хорошее настроение, это скорее следствие, это скорее результат. Это скорее результат того, что вы делаете. Понимаете? Это скорее результат того, как вы организуете, ну вот, свою, например, жизнь и так далее. То есть это, грубо говоря, совпадение всех эго-состояний, всех компонентов с личностью. Вот. Родительского компонента, то есть надо. Взрослого компонента, то есть могу. И компонента детского. Хочу. Вот. У вас эти компоненты не находятся в равновесии, поэтому у вас, соответственно, хорошего настроения нет и быть не может. Вот. Вот. Что, в принципе, нормально. Вот. Потому что, еще раз повторю, в данном случае, вы человек, который предположительно зависимый, ну вот, предположительно, который не принимает себя. Соответственно, откуда у вас может быть сочетание компонентов личности. Вот. Тем не менее, тем не менее, работать можно, работать нужно, ну вот. Ради детей, ради себя, ради своего счастья, счастья детей. Поэтому вы выбираете себе психолога на нашем ресурсе, лучшую мужчину, чтобы заодно и женскую модель поведения проработать, и мужскую психологию получше узнать. Вот. И, соответственно, начинаете работать, вот, чтобы обрести свои счастья, вот, чтобы стать, наконец, эм, хозяйкой своей жизни. Вот. А тот вопрос, который вы задаете, да, вот, он такой, довольно детский, к сожалению, потому что универсального рецепта нет. Вы ведь, э, индивидуальность, вы уникальная личность, вот, соответственно, и рецепт нужно подбирать чисто только для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.